Вкратце расскажу о том, каких результатов мы достигли в наших работах в области создания и внедрения в практику лимфоцитов с химерным антигенным рецептором лекарти-селс. Так как исходная презентация планировалась для практикующих врачей, то позвольте оставлю некую информацию про теоретическую часть. В общем случае карти-селс – это генетически модифицированный Т-лимфоцит, в который встроен химерный рецептор, обладающий антиген-связывающим регионом. Обычно для этого используют одноцепочечные антитела, неким набором спейсеров и внутриклеточными сигнальными доменами, которые при связывании рецепторной части с антигеном на поверхность опухолевых клеток запускают активационный сигнал в Т-клетку, и, избегая, позволяя отказаться от традиционных путей антигенной презентации, антиген-презентирующей клетки через Т-клеточный рецептор. Аналогичным способом работают так называемые NK-карти-селс. С той лишь разницей, что эффективность, судя по литературным данным, этих клеток гораздо выше за счет более серьезного лизирующего аппарата, содержащего перфорин и гранзин в больших количествах, чем традиционные Т-лимфоциты. В общем случае, принципы получения лимфоцитов с химерным рецептором создают из создания генетических конструкций кодирующих рецептор, как я уже говорил, это одноцепочечный single-chain fragment variable, одноцепочечное антитело со специальным линкером, позволяющим сохранить антигены распознавания, трансмембранные участки и внутриклеточные сигнальные домены. Чаще всего используют фрагменты рецептора CD3, CD28, хоть в 1dB. Таким образом, это может полностью заменять структуру токлеточного рецептора. С использованием ретровирусов, лентевирусов и других систем доставки, такие генетические конструкции встраиваются в геном Т-лимфоцитов X-VIVA, и, соответственно, у нас получаются Т-лимфоциты, у которых сохранен собственный TCR, со всем его разнообразием. И, с другой стороны, получается большая популяция клеток с мононаправленным аналогом Т-сиара, функциональным аналогом Т-сиара. В общем случае, все хорошо представляют, как это выглядит технически. И в результате афереза периферической крови ряд этапов селекции и активации Т-лимфоцитов после вирусной трансдукции или электропорации проводят экспансию генетически модифицированных лимфоцитов, после чего возможна обратная инфузия тех клеток пациента. Различные исследователи в настоящее время выделяют несколько поколений карт и клеток. Самое первое, которое было реализовано израильскими коллегами еще в конце 80-х годов, это классический антительный фрагмент, связанный с CD3. Во втором поколении сохраняется история с внутриклеточным сигналингом через CD3, добавляются FT1, BB и CD28, в то время как третье поколение – это уже более сложный набор из всех трех, или иногда к ним прибавляют молекулу айкос. споры среди ученых о том, что считать вторым, что третьим, что четвертым продолжаются. Эти дискуссии привели к появлению так называемого четвертого поколения или поколения так называемых ARMED, вооруженных картеклеток, которые кроме наличия классического химерного рецептора способны продуцировать нативные цитокины, химерные цитокины, мембрансвязанные цитокины и костимуляторные молекулы как для собственной аутологичной стимуляции, так и для прямого воздействия на окружающие опухолевые клетки или костимуляции локальных иммунокомпетентных клеток. Ну, всем хорошо известен широкий ряд опробированных мишеней. Наибольшие успехи достигнуты в области лечения лимфопролиферативных заболеваний, лейкозов и лимфом. Отчасти это связано с наличием достаточно хорошо известных антигенов, для которых продемонстрирована высокая терапевтическая роль специфических рекомбинантных антител, это CD19 и CD20. Вторым плюсом, который объясняет, почему лейкозы и лимфомы настолько эффективны, это то, что карты-клетки логично попадают ровно в те же тканевые ниши, где и находятся, собственно говоря, опухолевые клетки. То есть мы не должны задумываться о том, как лимфоцит пойдет в солидную опухоль, потому что после внутривенного введения карты лимфоцитов, направленных к CD19, они логично попадают в те же самые лимфоузлы, кровоток, костный мозг и остальные органы, где мы наблюдаем высокую концентрацию властных клеток. Тем не менее, в литературе описаны случаи эскейпа и при CD19 и при CD20 карах, поэтому широкий спектр дополнительных антигенов активно изучаются и создаются новые конструкции. Наиболее перспективными в последнее время показаны с пониженной скоростью ускользания опухоли. Это комбинированные CD19 и CD20 кары. Целый ряд солидных опухолей находятся в различных стадиях клинических испытаний, в частности, это медулобластома, нейробластома. Большое количество известных антигенов, в котором уже имеются классические биотехнологические антитела, а химерные или гуманизированные являются предметом изучения в составе терапии с использованием картицелл саркомы. Большое количество карциномоспецифических антителов, в том числе и прейм действительно где-то звучит, который мы обсуждали в предыдущем докладе, рак простаты, рак молочной железы и целый ряд других раков. Наше внимание привлек такой антиген, который называется GD2. Он не классический с точки зрения иммунологии и Т-клеточного ответа антиген, потому что он не является белком. Это десиалоганглиозит. Он виден такая сложная углевода, липидная и с небольшим количеством пептидных связей структура. Из литературных данных известно, что он широко экспрессируется на клеточных линиях нейробластомы и различных глиобластом. Однако в последнее время стало появляться все больше и больше публикаций, что он присутствует на клеточных линиях и в биопсийных образцах меланомы, различных сарком, трипл-негативного рака молочной железы и мелкоклеточного рака легкого. Более того, насколько я знаю, даже в НМИДС онкологии имени Блохина запущены клинические испытания по изучению нитуксина, то есть препараты рекомендантных антитил при мелкоклеточном раке легкого. Но так как мы исторически являемся детским центром, и известно, что нейробластома – это вторая после лимфолейкоза по представленности детская опухоль, которая составляет до 30% заболевших детей по качественным доживаниям. Соответственно, дальше мы сосредоточены на нейробластоме. Мы создали целый ряд различных генетических конструкций, которые направлены на распознавание GD2-антигена. Это различные варианты одноцепочечных антител, как российской разработки, так и традиционно известные из литературы. И контрольная конструкция, кодирующая всем хорошо известные анти-CD19 и кары, для того, чтобы убедиться, что мы видим специфический иммунный ответ. Во всех наших конструкциях есть ICOS. Таким образом, это конструкции для получения каров третьего поколения с использованием ICOS. На ранних стадиях исследований мы продемонстрировали, что все полученные нами конструкции дают рекомбинантный белок ожидаемого размера в клетках-мишенях млекопитающих. Здесь использовали, по-моему, трансплукцию стандартных GEC-293. И окрашивание на иммуноблоте с антителами к CD3 фрагменту этого кара. Различная молекулярная масса этих полученных белковых фрагментов определяется различиями в аминокислотных последовательностях отдельных фрагментах конструкции. Тем не менее, для дальнейшего исследования достаточно сложно, если мы возвращаемся сюда, экспериментатору получить достоверные сведения о том, каков уровень экспрессии полученных конструкций в трансдуцированных клетках-мишенях. Всего того, что белок полностью собран из различных фрагментов собственных белков лимфоцита и вариабельного фрагмента антитела, то специфически выяснить, детектировать наличие или отсутствие продукта экспрессии генетической конструкции на поверхности лимфоцитов – это нетривиальная экспериментальная задача. В случае с CD19 карами в продаже имеется некое количество у разных производителей коммерчески доступных кар-детекшн-реагентов, в то время как в нашем случае такого не было, поэтому мы получили рекомбинантный белок одноцепочечного антитела, почистили его хроматографически и получили антитела собственные, которые позволяют на проточной цитометрии детектировать трансдуцированные с использованием наших лентивирусных конструкций лимфоциты. В среднем получается у нас от 30 до 70%. Вот здесь мы видим картинку, где 45% раздукции лимфоцитов наблюдается. По литературе считается, что все, что выше 30%, это уже клинически значимое и достаточно хорошо работает в клинике. Важным моментом явился выбор различных линий для создания экспериментальных моделей. При всем богатстве выбора нас интересовали негативные клеточные линии с низким уровнем экспрессии GD2 и позитивные с высоким уровнем экспрессии GD2. Была выбрана в результате небольшого предварительного скрининга клеточная линия нейробластома AMR32 с характеристическим высоким уровнем экспрессии GD2 антигена. С использованием генетических конструкций, кодирующих красный флуоресцентный белок M-CATE, мы получили стабильно трансфицированную клеточную линию, 96% клеток которой экспрессировало красный флуоресцентный белок. То есть конструктивно они экспрессируют GD2 антиген, и искусственно мы ввели в них красный флуоресцентный белок, чтобы можно было детектировать с использованием флуоресцентной микроскопии на проточном цитометре, а также на приборе, который называется INCUSIDE. INCUSIDE позволяет в режиме реального времени оценивать скорость пролиферации клеточной линии в результате так называемой центраферной съемки или съемки в режиме сбора отдельных кадров. Здесь мы видим представленные результаты детекции клеток АМР-32 в начальной стадии, вот они были в момент засева, и в течение времени до 48 часов мы видим существенное увеличение плотности этих клеток в культуре, то есть они растут нормально. Контрольные клетки, к которым добавлялись немодифицированные лимфоциты, также практически не меняют скорость своего роста. И аналогичную картинку мы видим с клетками АМР-32, экспрессирующими красный флуоресцентный белок, при их кокультивации с CAR-19 клетками, направленными на киллинг СД-19 позитивных лейкозов. Мы видим, что не происходит существенного изменения скорости роста опухолевых клеток в культуре. В то же время, когда мы использовали различные конструкции с различными антигенными детерминантами в составе рецепторов, направленных против GD2, то мы видим существенное снижение, а в отдельных случаях полный киллинг клеток нейробластомы в культуре в течение 36-48 часов. Эти же результаты могут быть оценены количественно. Вот мы видим классические кривые роста, соответственно, АМР-32 в среде, с нетонсдуцированными лимфоцитами, с CAR-19 лимфоцитами и с антигд-2 лимфоцитами. В зависимости от того, какое антитело использовалось, мы наблюдаем разные кривые киллинга. Таким образом, в наших руках в настоящее время имеется полностью отлаженная технология получения карты клеток против антигена GD2, который активно экспрессируется на нейробластоме, и планируем плавненько двигаться в сторону создания биомедицинского клеточного продукта в этой области. открытый к сотрудничеству с коллегами для применения данных технологий для других солидных взрослых опухолей, которые не встречаются в детстве. И, собственно говоря, в силу ограниченности времени не успел здесь представить слайды, касающихся использования GD2-NKT клеток, но, в общем, мы достигли достаточно большого прогресса в области экспансии. И сейчас рутинно можем амплифицировать их в течение культивационного цикла от 10 в 3 до 10 в 4 раз. И, соответственно, следующим субстратом для получения эффекторов в нашей лаборатории будут НК-клетки с антигиди-2 рецепторами. В заключение я хотел бы поблагодарить коллег из лаборатории Романа Холоденко и Забыхаран, которые нам помогали в работе с GD2-рецепторами, сотрудниками нашей лаборатории, и фонд ВИНК за финансирование этих работ. Спасибо за внимание.